привет ребята и так все мы мечтаем о большой шевелюри и я вам решил показать то на кого можно равняться вот дамочка у которой куча волос но она тоже их очень сильно очень сильно их теряет поэтому даже у собак бывают такие проблемы но в этом выпуске я вам расскажу о наверное это будет первый выпуск я сначала пытался узнать насколько вам будет это интересно про hair system и даже покажу то что у меня есть очень я пользовался ну что ж поехали что же в этом видео я наверное разделю его тоже на части потому что ну для начала я расскажу о самой вообще понятие что такое hair system система волос и вернусь немножко к тому как я к этому пришел я об этом рассказывал рассказывал в другом видео если не смотрели переходите есть в описании и вот попробую сделать подсказку в каком-то из этих углов посмотрите мой опыт ну если вкратце я совершенно случайно узнал и дважды как бы узнавал об этих air system ах сначала из рекламы потом уже мой знакомый сказал что это обычное дело в иране откуда он родом и я решил попробовать хотя до этого я относился скептически думал ну блин это же парень как я буду носить ну что вам сказать теперь я могу сказать как человек который вот эти вот hair system носил вот раз два три что вам скажу офигенная штука и мне кажется это даже огромное преимущество перед людьми у которых у которых есть волосы в том плане что вы можете менять свой стиль когда вам все захочется вот серьезно второй момент у вас могут быть такие волосы которых не может быть у людей даже у которых есть волосы такого качества волосы отборные волосы и вот честно даже из моей из моего опыта вот меня друг парикмахер топовый парикмахер и он как бы виде какие у меня фигенные волосы но ты тот her system он пытался делать себе такие же прически как у меня у него не получалось хотя у нее или есть волосы потому что те волосы которые у меня на her system они отличного качества намного лучше того качества которые могут быть ну многих скажем так европейцев и даже наверно у многих славян то есть это более густые более качественные более хорошие волосы многие из вас спрашивают сколько же это стоит дорогое ли это удовольствие это her system какие есть нюансы ну давайте вам вкратце расскажу значит смотрите стоимость бывает очень разное зависит от производителя от качества волос от компании которые делали эти волосы насколько все кастомайзинг под вас то сделайте конкретно под вас цены варьируются ну наверное от 120 150 наверное скажу евро и до 700 до 800 евро это то что я знаю я уверен что есть и дороже ну вот как бы я только пробовал в этом пределе и что я могу сказать самые дешевые волосы вообще можно найти даже на алиэкспресс но с этим я рекомендую не связываться потому что во первых обман то что вы видите на фотографии то что к вам приходит это может быть тряпочка я одни из таких волос себе заказал я их тоже в принципе понашиваю ну понашивал пока не сделать теперь пересадку но качество сравнивая с другими волосами но я честно говоря очень расстроился когда они пришли во первых мне пришлось их ждать они шли где-то где-то я уже не помню даже сколько месяц или два месяца может быть даже могу ошибаться но скажем так от полутора месяцев наверное до трех месяцев месяцев и когда они в результате пришли я понял что это полная лажа вот когда говорят иногда про говняно-китайское качество хотя сейчас уже 21 22 год и многие как китайские товары дадут дают фору многим там европейский американский например кстати и многое другое но вот качество волос с алиэкспресс ну такое себе и они более заметны что они как будто не настоящим хорошие волосы реально это где-то 200 200 300 евро можно найти хорошие вот волосы которые они будут и более или менее долговечные они не будут видны что этого там фейк не фейк и с ними можно делать все что угодно следующий момент тут многие волнуются наверное что это будет выглядеть как как парик но я вам показывал свои фотографии это вообще ни разу не видно что парик даже когда вы приходите к парикмахеру если вы ему не говорите но до момента пока он там не дотронется до ваших волос этого не видно вообще они выглядят абсолютно стопроцентно как будто не вашей и у меня есть специальные мои парикмахеры которыми я хотел они просто обращаются с этими волосами стригут более аккуратно аккуратно их моют аккуратно их вычесывают причесывать ну что я им говорю если вы их испортите ты они уже не вырастут поэтому нужно быть такой предельно аккуратными вот внешне они выглядят на вас абсолютно сто процента просто стопроцентно ваши наверное страхов некоторые боятся что кто-то узнает что это парик ну я вам честно скажу у меня были не то что такие страхи но какие-то не знаю опасения что ну да как-то не очень комфортно себя чувствую чувствовать буду если кто-то узнает что это парик сейчас как вы видите я об этом говорю вообще в интернете на открытом пространстве и после пересадки волос я реально могу заявить что да я носил hair system и когда это только станет возможным если это станет возможным я буду снова их носить потому что это просто офигенная штука я даже после операции честно по пересадке волос честно признаюсь подумал сразу что нафига я делаю пересадку если hair system это просто офигенная штука которая никогда пересадка волос не даст те преимущества которые дает hair system да это будет волосы которые будут постоянно с вами вот это но у этого тоже есть определенные нюансы у вас никогда ну вот у меня например если у вас большая зона облысения как у меня она вот отсюда начинается и вот полностью сюда идет у вас никогда не хватит отсюда столько волос пересадить сюда чтоб это выглядело сто процентов натурально когда вы видите фотографии полностью лысого человека а потом вам показывать что видите у меня здесь очень густо и вот такая же плотность на фотографиях а пересадки как будто бы здесь это все photoshop не верьте тому что вам говорят что будет сто процентов как будто этого это ваши волосы когда после пересадки у вас реально нет столько волос я верю в будущее и верю в то что рано или поздно начнут клонировать волос и возможно будет из одного фолликула вашего сделать там 50 например тысяч волос и тогда и робот робот сможет вам все это автомате то есть там за один день быстренько трансплантировать это да на данный момент нет такой возможности за те деньги которые предлагают клиники все это сделать по поводу того же известных людей и илона маска я не знаю выносит ли он hair system потому что когда я начал носить hair system многие как раз такие вот носители говорили что и илон маск носит hair system я не знаю у него пересадки или hair system это может быть и так и так но при условии если у него реальная пересадка то она сделана это очень дорогая пересадка и я боюсь даже предположить откуда пересаживали эти волосы там скорее всего это из тела скорее всего это доноры кто-то посторонние доноры потому что у человека на голове вот здесь не будет столько волос чтобы полностью восполнить этот баланс и в то же время чтобы здесь сохранить нормальный вид так что в этом есть определенный нюанс да если у вас небольшая зона облысения вот здесь залысили вот здесь только начинает высеть вот этих волос вам хватит еще могут из бороды брать еще берут с груди чтобы вот просто скрыть эту зону если же у вас полностью детали а как у меня даже не думайте о том что у вас будет там стопроцентно также как когда вы родились ли когда вы были тенейджем никогда в жизни но сами это отлично понимаете я думаю будет выглядеть так как будто вы ну немножко в возрасте мужчина почему потому что вот здесь вот у вас начнут быть волосы редкими что мне не нравится после пересадки вот реально и кому а не рекомендуется пересадка тем кто планирует носить херсистем это одна из больших проблем почему я сожалею о пересадке потому что теперь я понимаю что тот вид который у меня был с херсистем у меня его уже никогда не будет почему потому что у меня отсюда забрали кучу волос пересадили сюда и когда я здесь там наклеиваю свою херсистем сюда будет очень большой контраст потому что здесь большая density большая плотность волос которая не было и да и до этого большая плотность волос а здесь действие теперь стало еще меньше и получается я же сюда не на не буду уже трансплантировать волосы вот в этом есть момент что касается херсистем чтобы это выглядело натурально многие выбирает просто маленькую плотность то есть плотность волос но вот смотрите например вот этой фотографии у меня плотно здесь плотность волос 150 это очень много на вот этой фотографии плотность волос где-то 110 120 чтобы ваши волосы выглядели натуральнее вы можете взять плотность например 80 или 90 или 100 это обычная европейская плотность волос для ребят которым там я не знаю от 30 лет 30-40 лет ну некоторых принципе 20 чем-то тоже то есть это будет абсолютно натуральный вид предвижу вас ваш вопрос возможно вы спросите так если будет небольшая плотность не будет ли видно то что это не ваши волосы нет в том-то и дело что hair system они делаются с различными основаниями об этом расскажу в другом видео из-за которых абсолютно не видно то что что-то вообще на вас есть что ж буду закруглять это видео основной мой посыл в чем вам нужно выбрать hair system или пересадка волос люди которые хотели бы попробовать hair system или могли бы попробовать носить систему волос после пересадки волос скорее всего это уже будет но не очень я вот реально для меня я очень сильно волнуюсь по этому поводу потому что здесь будет намного меньше волос рекоменду ли я вам попробовать в систем абсолютно обязательно потому что возможно попробовав вы поймете что это офигенная штука и вам не нужны никакие хирургические вмешательства потому что как бы сейчас технологически легко не делали пересадку это все равно хирургии я вот уже месяц нахожусь дома и кучу у меня вопросов нюансов и видите они пока вот на данный момент есть то что есть еще один кстати огромный минус пересадки об этом я наверно запишу отдельное видео но если вкратце если вы посмотрите на всех людей фото пересадки вы заметите что у них у всех вот этот дебильный рисунок я уже записывал несколько видео посмотрите про линию роста это очень важно то есть если вы хотите чтобы это выглядело натурально нужно делать натуральную линию роста люди которые вам трансплантируют они делают все технически правильно но них нет дизайнеров вот настоящих хороших дизайнеров а дизайнера может быть на на человек который реально был лысым а потом имел опыт называется по не пересадить все волосы и знает как это сделать но я наверно говорю о себе вот таким вот образом но на самом деле то есть даже учитывая то что я попробовал все и her system и другую пересадку только сейчас после пересадки я понял вот какой косяк и косяк это но я не могу сказать что это клинике косяк они делают техническую работу об этом я тоже говорил но вот дизайн его реально нужно переделать потому что вот это выглядит вот если вы возьмете фотографии людей которые сделать без а всех одинаковый дебильный рисунок но по мне мне кажется это вообще дебильнее нет ну что это за за месяц и когда они отрастают но видно что это пересаженные волос вы хотите пересадить волосы чтобы они были натурально правильно вот этому нужно уделить особое внимание ну наверное на сегодня это все буду закругляться постепенно будет вопрос пишите как обычно все в комментарии кому-то если прямо нужна личная консультация или есть для тех у кого есть личные вопросы какая-то нужна помощь и помощь пишите в телеграме он меня тоже внизу закрепленном видео переходите мой тик ток тик ток мой красавчик там тоже что-то будет буду развивать буду смотреть что как вам что интересно ну и пока спасибо за колокольчик или пропускать новые видео